Использованный Астралис для подзарядки, я не знаю, насколько хорошо помогает тепло друг друга. Опять же, надо будет спросить Хуча потом на аналитике о том, надо ли обниматься и вообще делает ли он это, например, в своей команде элемент спрогейминг. Глэй, тем временем, контроль депанан, заход массовый от Тим Ликвид. Хотя два человека находятся вообще в стороне апплента, то есть пропушили, при этом всем Астралис отдали эту точку. Твист наткнулся на Керби и Девайса, и больше этих двух парней на этом раунде не будет. Дюпри тем временем остается на бойлере, выходит на мидл, как же агрессивно играет. Дюпри входит обратно в сторону апплента, при этом всем на перетяжку играет Зипикс вместе с Дюпри. Они сыграют против JDM, отлетел первый, отлетел второй, что самое главное, отлетела здесь бомба. Ой-ой-ой, какие проблемы на твист, выход уже от него с ЦЗшкой, под карнизом взорвает Дюпри. Также Элиш убивает клейва последних, Зипикс, который попытается выиграть этот раунд для своей команды. Очень сложно пытается убрать твист, а тот уже забрал бомбу, она будет вскоре поставлена. Станислав пушит смок, но решил все-таки особо агрессивно не действовать против оппонента. Зипикс пытается его тоже найти. Зипикс, надо наконец попадать, у него нет патронов в пистолете. И это просто выход на твиста, который оформляет минус 4 в этом раунде. Красавчик! Очень крутой и очень серьезный игрок у Team Liquid. Опять же, пистолеты всегда были его сильной стороной еще в ТСМ, и все это помнят. И сейчас, когда он перешел в Team Liquid, уже, в принципе, довольно-таки давно, он показывает замечательные результаты с этими пистолетами. И дальше на форсбаях мы тоже это будем видеть. Сейчас Астралис должны уже в свою очередь брать себе ЦЗшки вместе с арморами. Вопрос, да, будут ли те арморы? И ответ на них, да, будут. Поэтому Астралис не сейвит на хорошие девайсы, на хорошее количество раскидок и диффускиты на первый девайсный раунд. Они там будут играть, возможно, с фамосами, с эмками, с первыми арморами. Но факт остается фактом, что Team Liquid сейчас нужно будет играть очень-очень аккуратно. Также аккуратно у нас, возможно, будут начинать этот раунд Астралис. Особо там активности нет. Только выход на банан от Глэйва. Станислав за стенкой уже готов принимать агрессию от соперника. Полетел еще один смок, если не ошибаюсь. Станислав ловит оппонента вне позиции. Есть первый минус. И также флешка полетела в лицо прямо к Зипиксу, но тот успевает отойти. У него есть еще один удерживающий смок. Ну, его можно будет попозже откинуть, когда он получит больше информации по месторасположению противника. И идет ли он в сторону Б-планта, девайс, на хлопе. Дигл в его руке. И все мы будем довольны в том случае, если он здесь найдет хороший угол. Просто для того, чтобы показать хайлайтик. Потому что фраги с дигла одна из самых красивейших вещей. Особенно на этой позиции. Тот самый хайлайт от Хэппи, я помню, на старом Инферно. Все помнят, на самом деле. Эти выходы от Финцана, Твист, все еще на коврах. Дожидается выхода от Элижа и Нитро. Сбор информации по миду на ребрах. Уже игроки команды Ликвид. Ну, девайс пока что заспоком на просвете. Герби неплохо с GDM там отлетает просто без шансов. Станислав сейчас в одиночку. Возможно будет выходить, но бомба-то на нем, скорее всего. В этом раунде нужно возвращаться уже. Интересен тот факт, что Team Liquid могут сейчас закрепиться на Апленте или вообще выйти на коннектор, запереть Б-плент с двух сторон. Девайс совсем скоро узнает одну очень страшную вещь, что противник уже здесь. Его пушат с UMP. Шансов здесь достаточно мало у него на то, чтобы выжать. Деприти время минусует Твиста и Лиш все-таки делает свою работу. И теперь уже на Апленте все в цветах жидких. Керби выходит с библиотеки, выносит бомбу. 12 секунд? Лол! Е-е-е-е, там время уже дает просто. Дюпри забирает Ильича последний нитро. Один в два позиция, самая, что ни на есть, плохая. Господи, нитро ставит бомбу. Забыт он, но дело в том, что Дюпри его не отпускает. Хэдшот попал и добил все-таки СТЗ-75. У нас команда Астралис берет второй раунд. Liquid ошибается все-таки. Не смогли они выставить против этих пистолетов. Минус три от Дюпри, минус два от Керби. Ну, самый главный фраг, это, конечно, Керби с его библиотекой. И этот фраг был самым-самым важным. Бомба выпадала по той причине, что вообще Liquid шли на очень-очень позднем тайминге. Кстати, повтор моментов от Твиста. Ультанул, конечно, он очень жестко. Даблкил там, потом еще двоюнух залетело попозже, когда он забрал еще и СТЗ. Знаешь, разнообразие надо. Два кила с клока, все надоело, пошел забрал СТЗ, сделал еще два кила сверху с него. Как-то не получилась тактика на этот раунд, который мы только что посмотрели от команды Liquid. Liquid, понятно, что денег нет, сейчас будут только пистолеты. Раскидки скромные от Твиста вместе с Нитро, смог и две осколочные гранаты. Возможно, это будет попытка выхода на бана под эти осколки. Да, летит у нас хаешка под одного из соперников. Там был Кзипикс, минус 10, это не проблема. Ну и врыв также под смог готовится. Ну и Кзипикс получает тоже флешку от своего тиммейта. Глейв будет на подсадке принимать оппонентов, но тут Нитро только один. Тут красный, у него нет поддержки и, скорее всего, он летит первым. Лейв играет в формате флюгера, очень-очень открыто, уходит обратно за стенку. Нитро, Тим, времени все еще остается на углу, смог кидается на банан. Таким образом, Тимликвит не могут выйти на протяжении какого-то времени на сторону Б, пунта, хаешечка. Не очень точная, честно говоря. По-моему, заделал только одного. Нитро там так выживает, просто волшебник. Как у него это получается? Элиш в бойлере уже готов действовать и по миду, и по коврам. Скорее всего, ковры, потому что будет поддержка от тиммейта. Бомба перетягивается на второй мидл. И только одного бойца оставляет сейчас команда Ликвид на банане. Это Станислав. Но при этом все контролируется. Астралис, тут все позиции абсолютно закрыты. И они близки к тому, чтобы все-таки забрать этот раунд малой кровью. Мало шансов. Дюпри, отличный. Спрей против Джей Диэма. Тут Монсовал налево-направо. В конце концов, он погиб. Девайса могут здесь не ждать. Он спреет двоих. Халявные совершенно. 1200 долларов. Двист тем временем вырубает. Дюпри. Твист. Погибает самым последним. Это Астралисовский раунд. 2-1. Самое главное, что они потеряли только один девайс. Это очень-очень важно. Тим Ликвид, в свою очередь. Сейчас исполняют девайсный раунд, потому что экономика восстановилась. Не закупались они в предыдущем раунде совершенно ничем. И калаши, скорее всего, появятся в руках у состава жидких. Включился в статистику карты Дейнфер на девайс. Три отличных минуса в предыдущем раунде. И сейчас у него будет снайперская винтовка. Пока что без АВП. Команда Ликвид. 5 калашей. Денег-то не особо много. Мало фрагов делали. Ну и, соответственно, возможно, будет у нас зажим. Б. Но, с другой стороны, тяжело, конечно. Раскидок не так уж и много. Девайс. Замечает соперник. Это был JDM. До свидания. Джош Марзана. Дюпри под АВП поджимает еще и мидл. Нитро этого не будет ожидать. Совершенно под степом. Дюпри очень и очень жестко поступает с нитро. Так с друзьями, конечно, не поступает совершенно. Но он-то оппонент. Поэтому все в порядке. Станислав вместе с Твистом. 2 на 5 человек. И Астралис, конечно же, чувствует себя супер вольготно. Они не дали противнику вообще ни единого метра на пространстве данной карты. Теперь Твист вместе со Станиславом будут пытаться хоть что-нибудь противопоставить оппоненту. Хотя, конечно, будет чрезвычайно сложно. Или просто дождаться окончания раунда из-за сэвии 2 Калаша вместе с большим количеством раскидок от Станислава. Если резюмировать то, что мы только что увидели, команда Астралис просто показывает своим противникам, кто на карте Инферно хозяин. Вчера то же самое, кстати, происходило. Вот Team Liquid замечу я тебе. Ну да, но тут совсем другая история. Zipex забирает места. Ну и второй тоже падает от его рук. Это был Станислав. Чистые раунды команды Астралис. И, если честно, уже страшно смотреть, какая экономика у датской пятерки. У них все отлично, в первую очередь, в этом плане. И, конечно, у нас стрельба работает. Девайс здесь был хорош. В какой-то момент, где-то, наверное, раунде на девятом, в момент доминации Liquid на первой, на Инферно против Норс вчера. Против тех же самых датчан, только, ну, в смысле, других датчан. Немного только. И заход ровно такой же, через банан, пуш одновременно с мидом. Просто тотальное унижение. И было видно то, что они просто не чувствуют своего оппонента. Хотя, опять же, на второй половине Норс их смогли камбэкнуть. Но здесь Team Liquid сами должны камбэчить. Сейчас они в меньшей стриотече. Сейчас они с плохим счетом играют. Верносятся на ребра. Хорошая ЦЗ-шка от Элижа против Девайса. Керби и Дюпри остаются вдвоем на Апленте. Собрали АВП, Станислав. Возможно, будет кому-то передавать снайперскую винтовку. Керби и Больших Песках там пока что закрытая позиция против Ковров, против Елижа. Если быть точным предельно, ну и Твист подходит тоже в эту позицию. Возможно, Станислав попытается выйти с Ковров. Ну да. Но дело в том, что никто там на прицел снайперской винтовки вроде как не попадает. Для Станислава здесь мало работы. Не будет пищи. Дюпри на пятерке попытка прошивать своих оппонентов через смог пока что безрезультатно. Но по ХП, конечно, после этих гранат сильно просели американцы. Им будет тяжело выходить даже в ситуации 5 на 4. Уже АВП известно. Выход на семерку Дюпри отменяет. Уже Твиста. Дюпри дальше стоит против Елижа. Керби забирает Джей Дейман. Нитро падает. И последний Станислав. Было бы неплохо унести от АВП с этого апплента и просто его засейвить. Станислав его просто выкинул в окно. Да. Говорит, зачем? Не достанется никому. Да. Ни тебе, ни мне. Станислав. Уходит против Дюпри. Конечно же, тот закрывает этот раунд до конца. Тут мог себе позволить Станислав выбрасывать эти все девайсы. Денег у нас все-таки накопили достаточно много. Американцы после проигранных этих раундов там уже идет стак по экономике. Даже за проигранные очки. Ну что ж. Пока что Австралия смотрится очень уж хорошо. Без результата. Для Ликви только пистолетный раунд в этой карте. Но сейчас возможно подключиться. Эти ребята. Этот GDM будет работать против девайса. Пока что без фрагов и он, и нитро. Да, время сиять. Время сиять Кадиллаку нашему. И показать, насколько же он способен владеть снайперской винтовкой на атаке на Дэйн Ферно. Что в принципе не обязательно девайс согласиться для того, чтобы выигрывать на этой карте на атаке. Но все равно, если он найдет какие-то фраги, будет достаточно приятно. Тем временем мы видим, что Станислав выходит в сторону Банана. Астралис сыграет супер пассивно на этой точке. Пока что ничего не откидывают. Тут штутка, даже противник сам появится у них в прицелах и отходит подальше, поглубже на Б-плэнд. Кзипик откидывает еще один молотов. Перетяжка также Глэйва. Так что уже три бойца команды Астралис готовы к этой агрессии на точке Б. Но у нас Ликвид просто занимает позицию на Банане. Будут держать страхи своих оппонентов. И возможно тут попытается GDM выйти на какой-то минус АВП. Станислав неплохо работает против Глэйва. Но девайс тут же отменяет выходы от Станислава. Бомба потеряна. Кстати, вот Станислав первый с бомбой выходил на эту точку. То есть, по сути, если бы там был стакет игроков команды Астралис, то была бы огромная ошибка, наверное, от игрока Ликвид. Дипри стоит на шарте. Тим Ликвид заезжает постепенно в сторону Аплэнта. И здесь вот вопрос. Только в том, будто для Астралис сами пушат или просто останутся на глубоких позициях. Дипри пока что решает то, что стоит зайти на шарту и стоять здесь до самого конца. При этом все, у Астралис на самом деле не так уж много раскидок, не считая Керби. У него фулл набор. На бэплэнте в свою очередь оставили только одного. Но Зипикс и Тим Ликвид холдят. 28 секунд осталось. Дупри решил пикнуть. Убил Нитра, но сраженно размене действует JDM. И Лиш ловит здесь Девайса, но не убивает. Это очень-очень важный был бы фраг. Особенно, если взять то, что Ильиш сейчас окружен. Зипикс вышел со спины. Минус Ильиш. Девайс падает следующим. И Твист вместе с JDM. Все-таки законтролили этот момент, несмотря на потерю игрока на лонге. Остается только Зипикс против двух. Тут далеко не все, да. Все-таки смогли постараться с Тим Ликвид. Отличные фраги от JDM и Твиста. Ну и к Зипикс, клатчер команды Астралис. Будет выход от него через малые пески. И только на АВП JDM. Есть еще один фраг для Джоша. Это минус триф в данном моменте. Второй раунд для Ликвид. Кадиллак завелся и поехал. Трипл килл от JDM. Очень хорошие размены. Да, не сказать, что он там был тем самым маупенером, жестким снайпером. Как если бы это делал бы Симпл. Но размены очень-очень важные. И очень хорошие действия. Точечная атака от Тим Ликвид. И опять же, вот этот жесткий холд. Очень-очень много времени потрачено было именно на ребрах. Для того, чтобы подождать, когда же Астралис пикнут. И Астралис ровно то же самое и сделали. Что от них ожидали. То есть пуш. Молодцы. Ликвид в предыдущем раунде показали то, что они в игре. Они будут бороться до последнего. Молотовые у нас тушатся абсолютно все. Просто с маками на банане. Нитро, правда, не пошел. Но это было бы слишком агрессивно, учитывая то, что выхода вообще там не предвидено было. Вообще ни Ним, ни Станислава. Но и, соответственно, здесь пока что слепую могут искать свои фраги игроки обеих команд. Кзипикс вместе с Девайсом. Конечно же, здесь Девайс на пятерку. Прошу прощения. Кзипикс пошел уже по дуге. И тут, возможно, под байта своего тиммейта он займет хорошую позицию. Полетела флешка. Кзипикс будет принимать оппонента. Еще одна флешка. Он слепущий просто как рот. Твист его забирает. Пять на четыре ситуация. Глэйв уже успел отойти. Девайс тоже на пятерку будет помогать. Глэйв слишком активно. То есть действует. Все-таки падает у нас один нитро-твист. Тут же на размене. Хотя получает хэдшот. Два минуса уже от виста в этом раунде. Станислав пошел под кафель. А тут уже Девайс на девяносто. Он, возможно, будет героем своего коллектива. Но где-то не получается пока что особо широко действовать. Станислав смог будет выходить. И Девайс его прочитает или нет. Прочитал, но не убил. Без вариантов. Без шансов. Дюпри вместе с Керби должны идти на сейв. Я, честно говоря, не думаю, что ему стоит здесь пушить. Но с другой стороны, это их собственное решение. Скорее всего, они просто останутся на точках для выбивания. Ну а Team Liquid просто-напросто уйдут на банан. Хотя Дюпри решает пиквить. Интересно, но от него решение 76 хп осталось. Все-таки уйдет. Обратно. И подождет Станислава. Ну тут вообще такой интересный момент. Дюпри. Пуш Станислава, он-то уже не ожидал. Выхода от соперника. Ильиш закрывает Керби. Последний Дюпри. У него огромные проблемы в этом раунде. Попытка сейва. Станислав все-таки падает. Но там еще два бойца. Но они не будут выходить на него. Этот твист вместе с Элижем, который просто уходит. Ильиш забирает твиста на City RSP. Но это была просто небольшая ошибка. Это неважно. Главное, что берется раунд. Интересно тот факт, что постоянно отдается банана с тралисами. Видим то, что да, они раскидывают. Но они постоянно пытаются дистанцироваться от своего оппонента. Не играть на контакт. При этом сохраняя позиции только на самом Б-планте. И сейчас, конечно, эти пластдармы работают в пользу Team Liquid. Они используют банан на максимум в этом раунде. Вполне возможно, что мы увидим продолжение уже сейчас на восьмом. Астралис не имеет экономики. ЦЗшки в их руках. Вполне возможно, это какой-то кол на пуш. Было бы неплохо. Особенно в апартаментах эти ЦЗхи могут быть сумасшедшими. Совершенно и смертельными. Но вопрос еще и в том, что Глэйв подпушил банан. Мы все прекрасно знаем, сколько он любит это делать. И при тем временем врубает Ириджа. Девайс в углу стоит. А Станислоу выйдет и прочекает его. Но это не поможет. ЦЗшка смертельно в руках Девайса. Заканчиваются патроны. Он раздамажил Джей Диэма. Джей Диэм падает тем временем. Твист вместе с Нитро. 2 на 4. И Team Liquid на грани потери. Своего Девайсного раунда против чашек. Девайс все-таки погибает. При этом всем никто не разменивает. Керби остался там на бойлере. Которого могут сейчас не прочитать. Team Liquid думает, что кто-то находится на пленте. Но это не так, друзья. Керби хитрец. Собрал калаш и идет закрывать спину. Только что Liquid были искусны. Просто измотаны своими противниками. Отовсюду просто выходы были через ЦЗшки. От команды Astralis бомба устанавливается. У нас также один боец на больших песках. Это Твист, который пока что не открывается против Керби. Тот рано или поздно будет выходить вместе со своими тиммейтами. Также АВП уже к Зипиксу в руках. Глейв с АК-47, выход Квист. Резидентка с Керби. Он все-таки ее проигрывает. Нитро последний на дефолте. Попытается танцевать и танцевать против оппонента. Есть тайм против Зипикса. Ой-ой-ой, какая же опасная. Нитро действует тут. Один на два может забирать обоих оппонентов. И Нитро, господи, что ты делаешь? Керби попытается его запушить. Эй! От Нитро, господи. Как же круто он сыграл в этом моменте. И как же не смогли вместе его запушить оппоненты из команды Astralis. И такое тащится все-таки. Шикарная работа от Нитро. Но опять же, согласись, здесь больше сделано ошибок со стороны защиты, нежели сам Нитро отыграл. Но он сделал все возможное, что ему отдавали. И из этого получил себе раунд. Молодец. Но с другой стороны, напоминаю, что это был раунд с СЗшками изначально. И сейчас уже появляются девайсы в дюпри компании. И ясное дело, что они нафармили денег вполне себе нормально с этих чешек. М4 сверху. Правда, молотовых всего две штуки. И один диффус кит, но ничего страшного. Но отсутствующая снайперская винтовка не помешает Astralis показать сейчас хороший перформанс. Team Liquid, в свою очередь, опять же, зарабатывает себе уже с триком раунды. И уверенность появляется во глазах. Довольно близко принимали возможные ранние выходы у своих соперников Astralis на ребрах. Но уже отходит звено девайса и дюпри. Дюпри. Получается информация о том, что соперник выходит на семерку. Тут простилы. Это может быть очень опасно. Ой-ой-ой-ой-ой. Проседает только сейчас у нас Ильиш вместе с JDM. По дюпри здесь не попадали игроки атаки. Пока что без первой крови в этом раунде. И вновь только один Станислав остается на контроле дуги. И стоит отметить также Astralis. Только один боец на точке B. Ильиш. Создает эффект присутствия пока что. Астрали, соответственно, с этим не особо должны байтиться. В четвером стоит на Апленте. Кушат дюпри под флешку нитро. Врубает там Zipix, который должен был выходить вместе с дюпри. И дюпри оставшись один все-таки отдается здесь на шарте. Team Liquid получает ранее преимущество. 5 на 3. При этом все мы понимаем то, что Glaive начинает свой перенос в сторону Аплента. На B никого не осталось. Team Liquid, судя по всему, собирается зайти именно туда. И там, как вы видите, вакуум. Очень часто такие ситуации оборачиваются тем, что или игроки защиты стакаются на одном из плентов. Если они даже не угадывают, то они просто будут сейвить вместе. То есть уже понятно, что это выход на точке B. Тут будет попытка, наверное, прошива от Glaive. Тут не самый лучший смог, видимо, в кого-то из своих тиммейтов попал. Тот, кто бросал эту дымовую завесу. Господи, твист еще отлетает от Glaive. Тут можно дальше даже пройти. Ну и попытаться потащить данный раунд. Флешка также от атаки Glaive на просвете. Очень остро смотрится данный момент. Команда Astralis должна перетягиваться. Ну, от Glaive все зависит. Выпад также будет против JDM. А тут мажет. Элиш был на стенке. Что вообще делает Glaive? 1 в 4 здесь, по сути, играет. Вообще супер странно, то, что он сейчас делает. То есть, с одной стороны, можно засейвить 3 девайса, да. С другой стороны, можно одному пойти сражаться против 4. Мы решались. То есть, решались. Ребята, видимо, Glaive, как капитан, сказал. Ребят, но если я сделаю здесь 3 минуса, то вы будете спешить, наверное. Окей. Вы там подходите под мидл. И, может быть, выйдете с бананом, мне потом поможете. Но, видим бы, что только 1 минус по 3 тут залетел. Странно это видеть, это Glaive, согласитесь. Он капитан все-таки. Обычно он как раз должен принимать самые извешенные решения. То есть, если бы девайс куда-то побежал, там, Люкерби, попытался бы сделать свои фраги, это да. Но, Glaive? Ну, на самом деле, это было не такое уж плохое решение, учитывая то, что если бы залетело там по банану, то могли бы еще, я опять же таки повторюсь, через эту позицию пройти. Два игрока команды остались, которые были на поддержке Glaive. Но не хватило просто у капитана как раз-таки мощностей, чтобы забрать еще кого-то из своих оппонентов. Вот она статистика. На ваших экранах Дюпри 14 на 5. Но команда пока что в последнее время не помогает. Вот эти последние раунды у нас выходы от команды Liquid, и они, по сути, сбривают своих оппонентов и на банане, и на ребрах. Выходы на оба планета пока что успешны для американцев. А последние раунды пока что полностью за Team Liquid. И мы видим то, что у нескольких игроков Astralis серьезные приседания по фрагстатам. Там три фрага у двух игроков. Дюпри молодец, показывает максимум. Но, опять же, этого бывает не хватает. В свою очередь, опять же, GDM смог вернуться. Не то, чтобы там было сложно, но все еще с нулем фрагов не очень приятно бегать. Твист девять фрагов. Пока что лучший игрок в своей команде. Ну и Nitro отдельное. Спасибо ему за тот раунд, который Astralis могли бы взять в ситуации 3 в 1. Но Nitro не дал. Это капитан, который уже себя показал по стрельбе очень круто в начале данной Best of 3 серии. Выход через яму. Все по дефолтам. Раскидка идет ранее на ребра. И, возможно, там будет быстрая приемка. Выход просто под смоке. Станислав на пятерку. Тут GZPX будет готов работать против него. GZPX откидывает смок. Все-таки уходит в арку. Нет контакта. Дюпри попытается найти кого-то в этом смоке. Пока что не получается у нас делать фраги ни одной, ни второй стороне. Твист, наконец-то, находит девайса. И отлетает также GZPX на библиотеке. Только один клейм здесь на пятерке. У него нет шансов абсолютно Кербе взрывать Станислава. Но ситуация-то в 2 в 4. Дюпри на дальней дистанции перестреливает его твист. И Кербе остается один. И он понимает, что нужно уходить на бэплэнд. В то время, кстати, я вспомнил то, что я всегда думал, что Дюпри – это француз, когда первый раз услышал это слово. Оказалось, я прогуглил, оказалось, что это одна из самых распространенных имен или фамилий во Франции. То есть совершенно логичный. Что это фамилий? Ну, наверное, фамилий. Я просто честно, ну, то есть был во Франции, но больше в альпийской части, поэтому там другие французы. Ну, Дюприз, Дюбуа. Разные есть, да. Очень распространенные фамилии в этой замечательной стране. Но… Если взять этот шанс, есть Смитс. Ну да. Надо теперь еще Иванова добавить. Пожалуйста. И тогда будет идеальный набор классических фамилий в CSGO. Разных стран. Попытка сейва. Маркус на банане. Пока что Liquid не дает спуску просто своим соперникам. Они так быстро действуют на ребрах. Очень быстро занимают именно эту позицию. Или там на боли, через ковры тоже есть позитивные нотки в игре команды из Северной Америки. Ну и Twist. Пока что жесточайшая просто стрельба. Минус Девайс. И у Xipix здесь просто не было шансов на библиотеке. Ни единого. Ну и Дюпри тоже пал смертью храбрых в перестрелке с этим бойцом. Twist слишком хорош. Что вчера, что сегодня. Этот парень показывает максимум для своей команды. И он не то чтобы новая звездочка. Он уже на самом деле постепенно станет со старой звездочкой. Потому что о нем все узнали в Америке достаточно давно. Это произошло около полутора года назад. Если не раньше. Но в Team Liquid показывает очень-очень хорошие результаты. В свою очередь сейчас JDM стоит на банане. Попытался сражаться за него. Австралия как обычно. Практически без контакта действует. Только на раскидке Дюпри тем временем убегает. Кстати, очень много фрагов было сделано. Именно на шарте Астралис тут проигрывают регулярно. Возможно, им стоит играть немножко глубже. Не отдавая здесь фраги. Занимает сейчас эту позицию Liquid. Там была раскидка от Астралис. Но дело в том, что все молотовые уже игроки защиты потратили. Только смоки и флешки остаются у Датчан. Ну, можно запустить в принципе одного из своих тиммейтов. Например, JDM. И потом перейти в атаку на точку Б. И это будет зажим данного плента. Пока что такой тактики мы еще не видели. От американской пятерки к зипе снайпере тяжкой. Будет помогать Глейву. На пяти, конечно же, девайсы оставили в одиночку. Смотреть Дугу. И здесь будет встреча с Станиславом и Нитро. Интересно, как сыграет здесь девайс. Потому что ясное дело, что да, у тебя снайперская винтовка. С одной стороны, это очень сильное оружие. С другой стороны, тебе нужно играть на чек. Потому что ты один на Б-планте. И в том случае, если тебя убивает ОУТЛ. Просто халявный заход на Б-плент. Но! Тут-то было. Мы видим, что Станислав сделал немножко шума в стороне Б-планта. Таким образом, Астралис перетянули сюда Зипикса. И только три игрока хранят А-плент. 32 секунды остается. Тим Ликвид уже такое показывали. Астралис должны быть готовы к выходу на этом времени. Нитро отправляет Глейва в отставку. При этом всем лонг полностью захвачен. Тим Ликвид Дюпри стоит на пленте. И с его с двух сторон мог бы сейчас зажать. Дюпри шикарный хэдшот против Станислава. Дюпри все еще продолжает свое сражение. Кьерби ждет своего момента для подключения. Убивает там одного. Джей Диэм падает в следующем Кьерби. Отличная работа с песков. Но остается только твист против двух. И его тоже минусует. Тут было очень мало шансов для американца. Для канадца, простите. Твист из Канады. Но тут Дюпри хорош. Опять же, выход через малые пески. Там он прошевал оппонента. Одного убил. Второму попал в голову. Это был Нитро, который так и не смог выйти с этой позиции. И также Кьерби на больших песках не пропустил ковры. У меня на самом деле только один вопрос. Был ли игрок на шарте у Тим Ликвид? И почему он тогда не замокал... Если он там был, почему он не замокал Дюпри с двух сторон? То есть, получается, у тебя выход же с лонга, выход шарта. И игрок на планте вообще ничего сделать не может. Ну, это раунд однозначно Питера Расмуссона. Зипекс. Подготовка почвы для выхода на банан. Обменялись пока что с маками обе стороны. Ну что ж, девайс будет агрессивно действовать через АВП. Не замечать никого в яме. Тут же нужно активаться, потому что... Ну, открываться слишком нельзя. У него поддержки было минимум. Абсолютно, вернее, даже никакой. Потому что закрыт был Дюпри от своего тиммейта. Станисул. Заходит на банан. Проверяет все позиции. И, конечно же, Астралис, как обычно, играют. На удержание своего оппонента Питока при помощи гранаток. И вот тут уже девайс приносит свою снайперскую винтовку. Умирает, но это не страшно для Астралис. По причине того, что да, они потеряли снайперскую винтовку. Да, они в меньшинстве на два человека на Б планте не дадут. Так быстро выйдете тем ликвид. Собственность в связи с тем, что углы ИВА имеются еще и смачок сверху. В принципе, его нужно использовать совсем-совсем скоро. Как только он получит информацию. Но он не только получает информацию, но он получает еще и пулю в лицо от JTM. Сама Zipex, правда, отвечает за своего оппонента. Проблема лишь в том, что JTM убивает уже троих в этом раунде. Шикарная работа в снайперской винтовке. Снова замечуя вам на размены. И снова играет на фоллоу. Тут JTM, как всегда, на этом Инферно практически не промахивается. Молодец. Тут были выходы на ребра. Только что врыв на банан. Потом уже на точку Б вместе со своей командой. И здесь не смогли сделать ничего позитивного для своего коллектива. Девайс, Zipex и Glyph. Керби и Дюпри, конечно же, на сейве. Но они разорваны друг от друга. Еще Дюпри ожидает выхода в спину от своего соперника. Очень опасно играет команда Liquid на самом-то деле. Они сейчас показывают то, что ни в коем случае мы не являемся аутсайдерами этой встречи. То есть мы здесь будем на равных бороться против своих... Ну, тут вопрос даже не в том, кто аутсайдер. Я думаю, что у всех есть вопросы о том, что вообще происходит на Инферно. То есть Team Liquid чувствует эту карту очень-очень круто. И это мы видели на предыдущих чемпионатах. И по факту именно Инферно стала той причиной, по которой Team Liquid способны выходить до вторых мест на протяжении двух последних ланах, на которых они участвовали. И сейчас, конечно же, красным звездочкам нужно будет очень жестко запотеть, потому что они пока что на дефенсе проигрывают слишком много. Они отдали 7 раундов. Но, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что Астралисы на атаке смогут себя показать. Макс 7, All Dupree, ЦЗшка, All Devices. Слишком мало денег у защиты сейчас. Но был всплеск в начале этого Инферно от команды Астралис. Но Liquid в этом плане, конечно, смогли перерезилить оппонента. И уже готовы выходить на победу на первой половине этой карты. Станислав вновь на банане. Очень часто появляется на этой позиции. Здесь все по дефолту разыгрывается. Элиш отвечает за бойлерную и ковры. Икзипикс, врыв. Тут в одиночку, опять же таки, действует игрок команды Астралис. Будет поддержка уже сейчас от Глэйва и Кьерби, которые на перетяжке. Это попытка угадать, видимо, возможный вектор атаки своих оппонентов. Станислав. Следующий чекает бананчик. Астралис втроем обороняется. Отослали Глэйва на перетяжку в сторону Аплэнда. Да, главный вопрос – это бойлер, конечно. Дюпри в шарте. Очень-очень близко. С Макс Элоном. Должен охранять выход с бойлера. Уходит поглубже на Аплэнд. Нет, нет, останавливается здесь. Как я уже говорил, очень много раундов было проиграно именно за счет шарта и агрессивных действий здесь Астралис. Точнее, за счет того, что Тим Ликвид способны были вырубать здесь своих оппонентов. Но Дюпри в этот раз совершенно другой. Минус Ильиш. Шикарная работа от него. Ох уж эти хэшоты с Макс 7-го. Нитро вместе с Двистом. Будут все-таки выходить на ребра. 44 секунды до конца этого раунда. 3 плюс 2. Защита команды Астралис. Тут особо перетяжек нет. Глэйв будет глубоко принимать соперника, выходящего на арку. Дюпри очень близко возле 7-и у нас находится. Ну и Нитро уже произвел свой выход вместе с тиммейтом на пятерку. Тут будет выход через одну позицию. То есть, по сути, используемая будет только позиция малых песков. Тим Ликвид постоянно пушит лонг. Я бы сказал, что Ухо порадовался бы. Если бы увидел это Джейди, то минус Дюпри. И остается только Девайс. Девайс не ожидал. Значит, не то, что не ожидал. Он имел информацию. Проблема лишь в том, что он ждал еще и кого-нибудь шарты. И думал, что он сможет здесь справиться. Но не получается этим ликвид таким образом. Со своим заходом на лонг справляются и делают еще один раунд. Астралис будет сейвить. Три Девайса. Это очень-очень важно для них. Проблема у команды Астралис. Я вижу, что тут не получается. Обороняться даже имея большинство. Что самое интересное. 5 на 4. Вы пропускаете точку. По сути, Девайс в ситуации 5 на 4 отлетает. Но у тебя три человека на Б-планете стоят, знаешь, в этой большинстве. То есть у тебя 2 на 4. Да, но с другой стороны тут нет коммуникации, видимо. Согласен. Видимо, не то, чтобы нет. Но она не на 100% настроена сейчас для команды Астралис. И это сейчас самый лучший момент для того, чтобы брать тактическую паузу с зоннику. Потому что уже есть проблема определенно. Ну, понятно, что по счету и так она уже давно нагнеталась. Но после этого раунда точно нужно будет поговорить. Потому что 5 на 4 такой выход на точку А. Тут проблема не Девайса вообще. То, что он не смотрел выход через малые пески. Тут проблема просто команды остались в целом. Тут еще момент в том, что они постоянно идут в банан. Поэтому у них нет контроля за тем, выйдет ли противник на Б или нет до самого конца. Они пытаются усиливать там Б. Не могут оставить там только одного игрока довольно часто. И, возможно, стоит как раз-таки наоборот, если на А не особо получается, просто подпушить банан, законтролить там как раз-таки все. И таким образом уже оставлять 4 игроков на А, попытаться прочесть. В свою очередь, если у вас есть подпуш банана, то вы всегда можете выйти через мидл и дойти оппоненту в спину. Ну а Тим Ликвид на самом деле ничего особенного... Ой-ой-ой-ой. Не делая с точки зрения тактик, они продолжают повторяться по поводу этого лонга, да, постоянного пуша этой точки. В этот раз, правда, они вообще никого не посылали на шорт или апартаменты. До этого они пытались сплитить. В этот раз полностью весь паровозик Чага-Чага, Тим Ликвид в сторону лонга шел. Астралис. Масса урона была, да. По GDM, с точки зрения брошенных молотовых на банан. Элиш, как всегда, в волере контролит возможные выпады от соперника в эту точку. Но Астралис не играли особо агрессивно по направлению ковров. Твист вместе с Элишем. Бомба до сих пор возле ямы. И, возможно, будет попытка просто на более-менее среднем тайминге выхода на банану. Для того, чтобы два игрока команды Астралис постоянно находились на точке B. Но, с другой стороны, у нас тоже интересное укрепление пятерки. Там находится Кьерби вместе с Девайсом. Девайс просто будет на чек играть, ну а Кьерби закрыт, и он будет убивать соперника, которым могут не прочекать этот угол. Zipix вместе с Глэвом на B-точке. Халдят, Тим Ликвид. Отдвигается на шефте. Очень спокойно. Это еще не означает, на самом деле, что это будет B-плэнт. И снова Астралис отдает банан за мяч. А ламы и Тим Ликвид контролят очень большой кусок карты. С другой стороны, теперь Астралис халдят еще и зелень. Готовится раскидка Глэв за смоком. Там уже Нитро проходит на подсадку. Zipix тоже будет принимать вместе с капитаном своей команды. Это 25 секунд до конца этого раунда. Смок уже будет проходить. Сейчас и не будет работы сейчас у команды. Остань с коем, как стреляться. Нужно будет против оппонента. Полетели флешки. Zipix принимает оппонента. Это был Нитро. Тоже спускается на сэндвич. И еще будет позиция у Глэва неплохая. Изобретает на одного соперника. Твист падает. Zipix. Дальше работает против Иллижа. Пришел Керби на помощь. Минус Танислав. Последний JDM. И у него очень мало шанса на взятие этого раунда. Денег. Опять же таки. У него хватает. Можно повоевать до последнего. Против оппонентов. Но нет времени. Соответственно у нас раунд проигран. Дивайс забирает противника. Еще было бы неплохо дотянуться до АВП. Нет. Не получается. Отсутствовали просто молотовы для раскидки Team Liquid. То есть в том случае, если бы горел Бэплэнт, конечно же особых проблем бы не составило два игрока защиты на этой точке. Но не сумели разобраться. Не сумели разменяться мгновенно. И таким образом потеряли. И возможность зайти на Бэплэнт. И впоследствии еще и время для JDM. А 6-8. И все-таки Астралис будут играть из-за того, что потеряли двух игроков в самом конце. С Макс Эйвеном. С ЮМП. И в принципе калаш с тумяемками. Это все еще рабочий сетап. Давайте понаблюдаем с тем, что они здесь будут делать в свою очередь. Заход на банан. И вот она агрессия от Zipix. Но Станислав рано или поздно должен был найти себе там килл. Потому что вот ходить 15 раундов просто на одну точку. И наконец-то есть опен от него. 5 на 4. Начало классное для команды Liquid этого момента. Станислав получает информацию о том, что противники продолжают раскидывать банан. И возможно кто-то еще и будет на сэндбоксе. Это девайс, который откидывает смок. И дальше, конечно, Станислав не пойдет. Это было бы слишком агрессивно. Интересно то, что Астралис поставили трех игроков на Б-планте в самом начале. Если мы привыкли, что хотя бы один находится на планте, чтобы откинуть флешки, то почему-то девайс решил не сыграть вместе с Zipix. В соответствии с этим не сработать. Воу, воу, воу. Вокейшн. Хороший против Станислава. В любом случае, Team Liquid еще не факт, что пойдет в сторону Б-планта. Так вот, Zipix оставили одного там. То есть девайс мог в любой момент выйти на размены, сыграть вместе с ним. Но интересен тот факт, что Астралис вообще пытались что-либо сделать и по выбиванию Банана просто у них это не вышло. Дэл. Вновь глубокая оборона от команды Астралис после контакта на Банане. Остается на точке Б у нас один глейв. На перетяжке, если что, будет помогать девайс. И вот она команда Liquid, которая собирается мечом ударить, скорее всего, по точке Б. Там бомба уже на руках у товарища Элижа. Вот она, раскидка от Нитро и его тиммейтов. Есть еще молотов, который, возможно, полетит за Б3. Очень часто используется коктейль именно на этой позиции. Но все-таки решил девайс тоже перетягиваться. То есть два бойца команды Астралис будут готовы принимать оппонента. Девайс на холпе. Играет пока что достаточно медленно на гробах. Лейв раздамаживает своего оппонента. Девайс выносит Нитро. Тим Ликвид 10 секунд. Нужно двигаться прямо сейчас, иначе они погибнут. Иначе они проиграют раунд. Даже может быть даже не... Стоп, стоп, стоп. Остановка бомбы лишь успеет. ЕС успеет. Вопрос в другом. Что Дюпри заходит с Банана. Упор отшивая здесь JDM. 3 на 3 ситуация, но при этом все позиционно. Астралис пока что проигрывает. Тим Ликвид заняли грамотные позиции. Особенно что касается Банана. JDM там может сыграть через гранатку. Твист врубает одного и лишь другого. Остается только Глайв. И он должен будет разобраться с тремя игроками. Но вариантов очень-очень мало. Кроме того, время поджимает. Да, диффуз-киты есть. Но все равно это не важно. 9-6. Это была просто отличная работа от команды из Северной Америки. Мне очень понравилась эта атака. Был у нас момент, когда они не то чтобы очень много предлагали своим соперникам, но просто перестреливали. Вот этот твист на пистолетном раунде. Все было очень круто для него в этом моменте. Но с другой стороны у нас подключались другие герои. Это тот же JDM, Станислав. И пока что нет Ирижа где-то. Даже без Ирижа команда может выигрывать. И здесь, конечно, предпочтение где-то больше отходит команде Liquid. Но с другой стороны сейчас остались, тоже могут показать классную атаку. Так что ждем второй пистолетной ситуации, второго пистолетного раунда. И вот они, хайлайты от JDM. Важный, кстати, минус был по Кьербе здесь. Потому что, опять же, без шансов там отлетал еще один соперник, выходя с малых песков. Просто если касаться Ирижа, то вполне возможно, что у них могли бы начаться проблемы. В том случае, если Астралис бы, наоборот, проснулись. Пока что у них работает один Депри. И там есть, конечно, порой хорошие раунды от его тиммейтов. Но, честно говоря, в общем и целом Астралис смотрится не так импортно, как на предыдущих ланах. И то же с ними происходило еще и вчера против команды G2. Поехали смотреть на эту зарубу. Дульки от Станислава. Да, флешка будет от 300. Под нее JDM чекает второй мидл. Эта комбинация очень часто используется командами. Можно взять на вооружение. Да, Станислав с береттами. Возможно, они сработают на коверах. Такая позиция, которая, в принципе, очень часто чекается. Но, с другой стороны, может быть сюрпризом, если у Станислава будет халпа. Ждет он в упоре. Дюпри выходит с миды на апы. JDM все-таки здесь дает по себе информацию. Выходит на сражение, на контакт против Дюпри. Дюпри проигрывает. В этом противостоянии Глэй тем временем пытается выйти на шоу. JDM не выпустят с бойлера. Астралис все еще имеют все возможности, чтобы выйти на Б-плэнт на самом-то деле. Потому что у них есть там присутствие в виде Кербе. Который, конечно, не то чтобы очень глубоко. Зашел туда, сидит на старте и ждет своих тиммейтов в том случае, если он им понадобится. Team Liquid в свою очередь. Край достаточно закрытый. Начинает переход в сторону зелени. Здесь Станислав решает прорваться сквозь. Смог стульками. Нормальненько заехал против Глэйвана Дювайс. Сразу же нашел. Зачем ответить? Твист выходит обратно. При этом всем есть контроль над бомбой. Да, Ильиш также замечает соперника на коврах. Там был Xepex. Твист еще один минус был по Дювайсу. Кербе на размене. Ситуация 2 на 2. У нас очень остро смотрится все это для команды. Астралис. Бомба-то нужно забрать еще и размен. Какой-то раунд в пользу команды Астралис. И я отмечу для себя и для наших, конечно, зрителей. Очень хороший смок был на малые пески от игрока атаки, который, в принципе, разрезал. Не было хелпи на точке ай. В принципе, под флешку. Потом был врыв через ковры. Если бы эта комбинация сработала, как следует, скажем так, то команда Астралис, в принципе, еще раньше смогла бы взять этот раунд. Не заканчивалась бы ситуация 1 на 1 все это дело. Ну, тут серия разменов очень-очень красивая. Один из лучших вариантов Counter-Strike, когда сразу же идет один размен, другой размен, третий размен, пятый размен. То, что у нас происходило, например, на Детрейне от Virtus.pro, когда они залетали на зелень, на дальний. Вот там тоже было очень-очень все это красиво исполнено от обоих коллективов. Ну и JDM пытается найти свой фраг при помощи скаута на миде. Уходит поглубже на шорт. Время Астралис начинает мини-подпуш. У них имеется еще очень-очень большой арсенал граната, который можно использовать для захода на один из пунктов Team Liquid, в свою очередь. Не особо показывается, где либо играет глубоко. Имеется банан у них под контролем, правда, они его отпускают и уходят в сторону Аплента на помощь своим тиммейтам. ЦЗшки в этом раунде супер неагрессивные. Ой, там на самом деле скаут в больших висках, это может быть проблема. Для команды Liquid, Керби под раскидку, очень крутой будет выбегать. Просто по голове прошел со своим тиммейтом, но это не проблема. Twist, находимся все-таки Дюпри. Дальше будет работа против Zipixa. Не получается, Станислав врывается, это минус, Бомба, Глэйв. Не отпускают Дюпри. Господи, какие у нас размены в этом моменте. И в предыдущем в этом раунде Девайс и Компания остались 3 в 2. Против твиста Ирижа, те пока что закрыты. И твист не проявляет свою позицию, уже к Zipix ее прочекал. И это минус для Андреаса. И лишь последний через баллы пески. Скорее всего будут забирать его последний из команды Астралис. Выжили у нас три бойца, и это будет бомба. Ну и плюс, конечно, фраг. Скорее всего для Керби хотелось сказать, но нет, он отлетает. Ситуация, да, неплохая для Ирижа здесь. Но 53 хп, нет диффузов. Здесь нужно и двигаться, и чекать очень много позиций. Девайс и к Zipix, да, должны просто вместе здесь сыграть и не отпустить оппонента. Хэдшот и еще хэдшот. И это еще один фраг для Zipix. Минус 4 в этом раунде. Отличная работа. Очень классно сыграли Team Liquid здесь на контр-инициации. Словили грамотные тайминги. Могли, в принципе, остановить своего оппонента. Но здесь, как ты правильно заметил, скаут вообще не решал вопросы. И, к сожалению, для JDM на его позиции он ничего сделать не мог. 17 фрагов для твиста все еще являются лучшим игроком вместе с Дюпри на сервере. Но экономики у Телф нет. Значит, мы выходим, скорее всего, на 9-9. При этом все, посмотри на этот закуп. Такая позиция скаута, она, возможно, была продиктована тем, что команда Liquid ожидала выхода через пятерку, через малые пески. Вот там скаут против UMP было бы очень даже круто. Но команда Liquid еще круче, чем получилось на самом-то деле. Но мы это видели как под раскидку героек. Выходили Астралис через эти смоки на большие пески. В этом раунде уже есть первая жертва. Это Елиш и Зипик здесь уже готов помогать своей команде дальше. Учитывая то, что есть один фраг. Девайс выходит на пустой бэплент вместе с тиммейтами. Бомба будет поставлена неизмедлительно. Liquid не угадывает. На самом деле, сколько я вот смотрю сейчас форсбаев, скаута, не самое эффективное оружие. Если взять то, что да, оно хорошо на дальней дистанции. При этом всем, правда, не убивает с одного патрона. Но у тебя с ближней и средней дистанцией могут быть серьезнейшие проблемы. А ЦЗшка перекрывает все эти вопросы. Она может играть и на дальней дистанции, и на средней дистанции, и на близкой дистанции. На дальней, вы скажете, может быть, и не очень хороша. Но если вы посмотрите последнее время то, как ей владеют профессиональные игроки, и то, как они с нее стреляют, обычно это очень-очень даже неплохо. Так что много вопросов к этому скауту. Я в последнее время все меньше и меньше вижу. Фрагов с этого замечательного девайса. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы его было больше. Понимаешь, просто скаут, он не всегда направлен на фраги. То есть он направлен, на первую очередь, на то, чтобы делать урон, и пистолеты бы добивали. Почему скаут берется один, а не два скаута, например? Потому что, опять же таки, даже если будут деньги, то две этих винтовки, они вообще не нужны в раунде. То есть скаут должен просто попасть там два-три раза по соперникам, пистолеты должны добить. И очень часто в этом плане у нас берет раунды команда СК. В таком ключе я хотел сказать. То, что Фоллен берет скаут на карте трейн, например, какой-то. И все, просто попадают по соперникам в мейне, пистолеты потом доедают. И здесь просто пока что не получается ни у второй команды сыграть с этим девайсом. 9-9, временная ничья, и сейчас будет первый девайсный раунд от обеих команд. Астралис разве играет со скаутом? В предыдущем половине они не играли. Сейчас я не отметил для себя, но может быть девайс-то показывался со скаутом. В любом случае у нас не работает пока что эта снайперская винтовка. И выход очень быстрый на банан. Молики полетели вперед. Team Liquid в таком же ключе, как и Астралис играет, замечу вам. Вчера это тоже было видно по Team Liquid, что они играли достаточно дистанционно на банане. Не сражались за него. При этом всем девайс чекает позиции. Ну вот Элл знает, что у них еще есть целых 4 смока, так что они спокойно будут удерживать противника от захода на пленты. Глейв готов здесь заходить. В принципе вся команда Астралис застакана только на одной позиции. Нитро решает выйти здесь. Боже, как много стволов он увидит. Нитро пытается жить до конца. Эллиш врывается совершенно внезапно для оппонента. Девайс вместе с Глейвом покидает этот бренный мир. И Нитро горит по полной, как солнышко. Керпи все-таки его добивает. Три ситуации. Ну Эллиш должен был отходить. Он был слепой. Тут поддержки не было у Нитро. И Эллижу нельзя в этом плане, конечно, обвинить в том, что он просто оставил эту точку. Ну и Нитро загнал сам себя, по сути, в эту ситуацию. Три на три. Это очень остро. Керпи остается на банане. Тут будет, возможно, перетяжка от Кзипикса и Дюпри. У них же бомба. На руках Керпи будет просто в этом углу. Ну, нужно будет где-то вот остались, наверное, показаться на миде, чтобы была перетяжка обратная от Станислава на точку А. Чтобы держать напряжение именно эту точку. А потом уже выйти на Б, но нет, пока что у нас особой активности не было на миде. Так что в этом плане можно сказать, что команда Ликвид, а именно связка Эриш и Станислав угадывают. Ну, из позитива для Астралис у них имеется целых три смока и молотов против отсутствующих совершенно гранат для Team Liquid. Им отвечать нечем, кроме как стрельбой. И лишь награждает одного, ограждает второго. Изи катка для Станислава. Очень хороший контур врыв через этот смог Астралис совершенно ничего не смогли показать на окончании этого раунда. Были полностью повержены. На Б-планте 9-10. Первый раунд для Team Liquid на второй половине. И сейчас снова будут браться девайсы. Проблема в том, что очень много девайсов было посеяно. Две штучки? Три штучки? Три, да. И лишь погиб в самом конце. То есть это, конечно, не самая лучшая экономическая ситуация для лошадок. Важнейший раунд однозначно для экономики этого коллектива. Возможно, сейчас у нас без активности особых будет на банане. То есть размен гранатами. Два игрока направляются по дуге. Но нет, Ильиш будет. Нет, не пошел все-таки. Он увидел молотов и тут же среагировал. Классное движение от Ильиша. Видно, что он знает эту карту как пять пальцев. Здесь Астралис уже на миде. Готов врываться через ковры. Одного девайса отправили на дугу. Девайс. Контроль банан. Тем временем Астралис собирается зайти на Аплент и Team Liquid. Ожидает своего оппонента Дюпри. Чекает шорт Станислав на Апленте. Тем временем мы видим то, что Ильиш пришел на библиотеку. Очень важная его позиция. И дело не во фрагах. Дело в удержании противника от захода с лонга. Тем временем Глейв видит огонь. Видит флешку. По факту на самом деле он ничего не видит, кроме белого экрана. В дальнейшее время теперь он просто у него полностью задымлен. Астралис встали. Захалдили. И все еще пытаться здесь разобраться с опорными позициями. Какой прошив Ильиша. Твист. Тем временем в следующем падает и два самых сильных звена Team Liquid. Умирают практически мгновенно на А точке. И только Нитро останется сейвить на Б планте. Ой, тут JDM был просто зайцем в шляпе. В данном случае курицей. Который должен был убивать, конечно, противника. Удивлять его. Сюрприз не удался. Но команда Liquid все-таки неплохая защита была. Изначально была классная откидка гранат. Мне понравилось то, что положили два молотовых. И это была не ошибка команды Liquid, если вы об этом подумали. Просто два молотовых. Они были брошены так, что в принципе по ним ты не пройдешься нормально. Ты сгоришь. Но с другой стороны команда Астралис при этом просто остановилась, переждала и смогла выйти на точку. То есть зажим произошел успешно. Мне очень понравился на самом деле этот холд. То есть он давал возможность и время Team Liquid контр-инициировать. Но при этом все, мы Астралис это все ожидали. И это на самом деле произошло по причине того, что мы помним раунд с зажками о Team Liquid. Когда они очень круто зашли с Аплента, точнее вышли с Аплента. И из своих глубоких позиций попытались выйти на противника движущегося к ним. И зажки там были эффективны. Просто раунд все равно не взяли. И сейчас Астралис решили просто-напросто подождать, когда сами жидкие не выдержат и пойдут на них пушить. И они дождались. У Нитро у нас в начале предыдущей защиты был Эйс. По сути сейчас 7.15. Очень мало, конечно, от него позитива. С другой стороны, мы знаем, что он может включаться. Знаем, что он может убивать противника. Он уже раз это доказал. Но дело в том, что в этом раунде это требуется как никогда. АК-47 от него также будет МП-9 Элиш. Три пистолета 5.7. Такой частый гость будет у GDM в руках. Ну и ЦЗшки, Станислав и Твист. Возможно, будут какие-то врывы на банане. Нитро замечается пианика. Тут у Глэйва также получается собрать информацию о том, что АК-47 находится на точке B. Возможно, стоит действовать по этой позиции. С другой стороны, он какой-то стак невероятный. На пяти, посмотри. Это жесть. Исполнение форса от Team Liquid, друзья. Вам нужно это запомнить. Возможно, это рабочая схема. Точнее, она точно у них отточена. Наверняка они это практиковали. Вопрос только в том, что сейчас будут делать Астралис. Потому что данное состояние, оно хорошо в том случае, если противник идет через миддл. Или открывается через бойлера. И JDM начинает свою победную 6-7 месяцев с Станислав. И, наконец-таки, мы видим успехи на форсбаях. Я так соскучился в форсбаях. Но не тут-то был у Девайса Дюпри. Говорят, нет, Дим, подожди. Какие форсбая? Понеслись, да. Понеслись Liquid после этих первых двух минусов. И не ожидали увидеть Дюпри в такой ситуации. В такой позиции Дюпри забирает также Элижа. Выход на семерку от Питера. Нужно еще забрать бомбу. Вместе с Девайсом и к Зипиксом. Соответственно, тут на планете уже готов принимать соперника 11 игроков. Это Нитро. Ну и твист в позиции уже был скрыт. И Дюпри еще один минус по нитро. Господи, как же хороший час. Этот парень в этой ситуации. Твист уже на библиотеке. И он, в принципе, игроками Астралис считается. Они должны выиграть этот раунд. Хотя изначально ситуация была 3 в 5. Да. Астралис должны спросить своего оппонента. Скажи, в чем сила, американец. И сила, конечно, в Дюпри, друзья. Этот парень не спускает. Он очень и очень хорош. В таких моментах, где нужно тащить 3 в 5, извините меня, то есть полное сохранение концентрации. И тут Тим Ликвид хоть и слегонца понеслись вперед, но это совершенно логично в подобных ситуациях. Хочется уже добить своего оппонента, но не получается. Твист сохранит себе второй армор вместе с Зешкой. И Астралис выиграет этот раунд. В чем, что самое примечательное, у нас вся соль была не в стрельбе Дюпри. Он просто выходил по позициями, каждого противника читал. И вне тайминга здесь абсолютно все его противники оказывались. Один у нас был на втором миде, потом второй килл был на коврах, но третий Нитро, который как раз-таки попытался поджать семерку. Вот Дюпри и его минусы. Но здесь не было шансов вообще ни у GDM, ни у Элижа, но и Нитро потом тоже здесь не совладал. Здесь выход был просто на стрельбу от игрока защиты. Три хэшки? Да. Вот это бай. И это нормальная тема. Такие любим. Особенно на яму очень хорошо закидывать. Но что касается ТЛ, конечно, они делают экономический раунд здесь без вариантов. И предыдущий Форс не то чтобы разрушил их экономику, там, понятное дело, при ресете можно было забаять. Хорошие хэшки влетают. Керби получает немножко дэмджа. Заход на Аплент. На самом-то деле у нас тут Оу Дюпри вместе с Глэйвом они открывают ребра. Вопрос только в том, что Твист падает первым. Дальше Дюпри выносит Джей Диэма на размене. Но один девайс потеряли, при этом Дюпри еще и просел. Но Тим Ликвид решили переинитировать свою защиту с Б на А. Полностью всем составом втроем прибежали. И Лиш, кстати, сделал свой кел. Там у нас была рекогностировка от Керби. Выход на точку Б. Замечает он, кстати, последнего оппонента. Лиш. Попытка на нож. Да ладно, Керби с этим, конечно, не согласен. Но он был, наверное, удивлен таким решением. Он своего противника. И это очередной раунд для команды Астралис. И вот они, проблемы у американцев. Возможно, стоит поставить тактическую паузу. Зюс. Нужно что-то решать, потому что, по сути, команда валится. Тут и на Б, и на А нет уверенности в защите. Показывает нам повтор от Дюпри. Мне кажется, Глэйв немножко получил дэмэджа, кстати, от своего тиммейта. Но, возможно, это не так. В любом случае, девайсы... Что там, кстати, по деньгам вообще у Team Liquid? Ну, только что были пистолеты. Ну да, это понятно. На этом, что если АВП для JTM, очень важная для него это снайперская винтовка на Адефейнсе. Обсуждая сейчас Астралис, что они будут делать с Зоником вместе. Интересно, есть ли у них какие-то крутые раунды на Дейнк Верно. Я вчера не видел практически ничего особенного. Но G2 там нагло были выше своего оппонента. Ну, G2 их очень жестко закрывали на миде. Это то, чем сейчас, в принципе, пытаются заниматься твисты компания. То есть видно, что Liquid провели хорошую работу перед этим Best of 3. То есть они знали, что, скорее всего, они будут играть карту Дейнферно. И как стоит закрывать команду Астралис. Потому что вчера, по сути, ключ к Дейнферно от команды G2 против Астралис был выход на ребра. В первую очередь там Кенни работал на пятерке. Ну и не пропускал вообще никого на эту позицию. И Liquid, возможно, в таком ключе у нас попытаются работать. Только вместо Кенни здесь будет JDM. Попытка выхода на ранних таймингах на мидл пока что безуспешна. Потому что хорошая раскидка от атаки. И, соответственно, уже дальше глубокие позиции будут у команды Liquid. JDM без армора, с АВП. То есть решил, что все-таки стоит взять снайперскую винтовку, несмотря на отсутствие бронежилета. Астралис, в свою очередь, зашли сейчас на банан за чек. Или здесь Team Liquid снова отдают его. Я не знаю, это две команды, которые обожают отдавать бананы. При этом всем, если вспомнить Face Gambit, там постоянная была заруба за эту точку. Норс регулярно боролись точно так же против Team Liquid на банане. Но мы видим то, что совершенно другая философия игры сегодня на этом до Инферно. И пока что коллективы без контакта. Дело в том, что экономика в стрессе находится. Потому что за банан никто не борется. У команды Liquid, во всяком случае, тут слишком мало гранат, чтобы удержать. Ты можешь занять, ну а что дальше? Тебе нужно просто уходить. Тебе нужно много смоков, чтобы там остаться. Как минимум. Это если ты не делаешь еще фраги. Но Zipix уже на пятерке. Готов прошивать возможную посадку от соперников на пятерке. И Nitro находится так же. Так что, возможно, у него будет первый контакт. Зашел смок от игроков атаки. Nitro пытается прочитать своих оппонентов. Будет Molotov на позицию арка. Пока что не могут зайти ребята из команды Astralis. Это будет зажим B-Plant. Отличная тактика от команды из Дании. Посмотрите на это. Девайс забирает GTM. А последний здесь Ильиш на 90. Сбирает Керби. Дальше работа против еще одного соперника. Девайс в этом раунде был хорош. Dupree будет закрывать. И было бы неплохо уже идти на сейв. Но Dupree выносит одного. Вполне возможно, вынесет еще и Nitro. Нет, Nitro оказывается здесь сильнее. Опять же, он не особо боялся потерять свой девайс, потому что это было MP9. Хотя было бы обидно за Diffus Kit вместе с флешкой и вторым армором. Но так и так. Astralis показывает нам очередной замечательный раунд. И пока их берет. 13-10. Что означает, что Team Liquid скорее всего должны либо будут форсить. Опять же, их экономика полностью разрушена. Они опять получают рейсет второй раз к ряду. И это совсем-совсем неприятная для них ситуация. И, наверное, мы увидим какие-то ЦЗшки. Возможно, даже арморы. Но и по раскидкам, и по девайсам будут серьезные проблемы. Раунд, конфетка от команды остались, на самом деле. Этот выход. Да, понятно, что это не что-то новое. Там через смоки выход на арку, зажим B-плента через банан плюс сити. Но на самом деле все было очень круто исполнено. Вот это раунд только что крутой залетел для датской пятерки. Ну что ж, какие решения команды Liquid? Понятно, что два засейвленных девайса. М4А4 и АК47 от Nitro. Возможно, попытка поставить, например, двух игроков на один и тот же плент. Да, поставить остальных с пистолетами и попробовать засейвить. Не было смысла закупаться ни Ирижа, ни Станислава GDM. Даже если этот раунд проигрывает американская пятерка, то будет бай на следующий. Учитывая то, что мало денег потратили эти три бойца, которых я только что назвал. Девайс вместе с тиммейтом. Вновь выход на дугу. А здесь уже Ириж готов принимать соперника за стеночкой. Nitro вместе с ним. У Nitro есть раскидка, на самом-то деле. Может даже выпускать под флешку. Дальше оппонента. Девайс. Выход. Нужно Ирижа прочекать. И флешка полетела, но все-таки девайс забирает противника. Пять на четыре уже. Красиво. Красиво. То есть этот чек без выхода на противника просто ожидал, когда же прилетит эта флешка. И лишь сам выйдет к нему в ручке. GDM заезжает с ЭЗшкой. Его минусуют. Дабл пуш апартаментов от Твиста вместе со Станислав. Станислав еще и забрал себе под контроль калаш. Nitro пытается не дать перетянуться Астралии в сторону Беплента. Блокирует бомбу, блокирует Глэйва. Керби в конце концов выигрывает в этом противостоянии. Очень важно было не умирать здесь Nitro. Не только не умирать, да, перестреливать оппонента. И не давать противнику выйти на Беплент и перенести сюда бомбу. К этому моменту Твист уже пришел бы на помощь вместе с Станислав. И в таком случае Team Liquid имели хорошие шансы на дефенс этого раунда. А вот теперь вопрос в том, что же здесь произойдет с Девайсом. Потому что он на Черче и его позиция самая главная. Именно к ней будут пушить Team Liquid. Случа нет. Нет, они выходят на холпу и Девайс получает возможность в любой момент контр-иниссировать. Будет выход от Девайс. Неужели не заметит Станислава? Ну и Твист все-таки отлетает Станислав на подсадке. Но у него тут такая позиция, что бери не хочу на самом деле. Выход и тут же минус от Дюпри. Ну, в этом раунде я согласен с тобой, потому что перестрелка самая главная была между Nitro и Керби. Вот если бы Керби там отлетал возле арки, то очень много шансов было бы у Liquid потащить раунд. Но нет, Керби все-таки мастерски. Там задергал оппонента за колонной. Это просто образцовая игра только что была от Маркуса. И за счет этого берется очень важный раунд. Но при этом, как мы уже сказали, есть хороший бай сейчас у Liquid. Два АВП, Nitro вместе с GTM. Но Nitro, если не летит, опять же-таки, в большинстве из раундов с автоматического оружия, то, значит, возможно, АВП поможет. В таких критических нервных моментах и выясняется, кто сильная команда, и кто сильнее, точнее, кто является фаворитом. Здесь Астралия показывает максимальный уровень. Что касается Team Liquid, WVP может помочь, но Nitro, честно говоря, сегодня не так высоко прыгает, как и в первой половине с Clutch Momentum, точнее, с Ace'ом, и вчера, где он стрелял с АВП. Тем же самым очень и очень качественно. Но это все лирика. А по физике у нас тут Астралис пока что заходит в сторону Аплента, собирается выйти через смоки и все остальное. Team Liquid в свою очередь ожидает в достаточно дефолтных позициях, не пикая своего оппонента. Xepex на ковры еще один смок по себе получает. Twist на балкончике может сконцентрироваться на семерке и помочь уже своему тиммейту за счет этого смока как раз-таки. Ну и Станислав за пятерку отвечает, и это выход от Dupree. Ой, смок. Станислав пытается выйти и забрать хоть кого-то. Тут тоже отлетает от Glav. Без шансов за смоком был игрок команды Liquid и Glav будет идти дальше, вести свою команду в авгарде этой атаке на точке. Xepex очень сильно подгорает под этим волтовым. JDM на пленте, конечно, не самая лучшая позиция с АВП, но может здесь работать Алиш. Забирает Dupree, неплохо там JDM. Будет работать против Kirby. Все-таки еще один промах. Нет! Kirby его не зажимает! Как же так получается? Девайз на размене. Glav тут же забирает Алиш. Twist на размене тоже сработает. До своей команды Девайз последний. У него масса позиций, которые нужно еще проверить. Он не понимает, где будет второй противник. 28 секунд. И надо с ними играть. С ЦЗшка в руке. Может быть именно ее достать в 7 патронов в этой ЦЗ. Он убегает на мидл. Ему дают это сделать. И тут вопрос, успеет ли он добежать до плента. 19 секунд. Надо идти. Бежать, 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 бежать. Мне кажется, что он успевает. Хотя опять же мы знаем, что надо ставить бомбу на четвертый, для того, чтобы успеть. Проблема в другом. Проблема не в том, что времени мало, а в том, что нитро здесь контролит. Это плент. И до свидания для девайса. Прочтено. Хотя с другой стороны девайс, возможно, мог бы остаться где-нибудь на шорте. Или, допустим, выйти на бойлер на апартаменты. Попробовать где-то с другой стороны выйти. И таким образом дождаться еще и того, что нитро отойдет в сторону КТ-спауна. Оставил своего тиммейта одного. Некоторые игроки команды Астралис выходили на точку А с холостыми патронами. Во всяком случае, Керби, который должен был забирать J.D.M. в пленте. Важный минус дал Джошуэ. Понятно, что там было очень тяжело дальше выживать. Но в целом, конечно, однопоследним осталась сейчас защита на этом пленте. И, наконец-то, Team Liquid потихонечку просыпается. О, J.D.M. выпадет. У Притут же его наказывают за этот промах. Опять опен-фраг на стороне Астралис. Снова Team Liquid играют в меньшинстве. Если в предыдущий раз там был фраг через смок, то есть здесь на раннем пуши от J.D.M. А напоминает чем-то, кстати, Моу на The Training Life тем временем выкидывает. Станислава из этого раунда Твист тем временем отвечает. Неплохо. Заход на лонг. Астралис приносит свои плоды. И теперь уже Твист один на аппенте. Ему будет чрезвычайно сложно. И лишь там тем временем замыкает спину. Твисту надо жить. Твисту надо оформлять фраги. Даблкилл на Герби. Надя при полной переборке. Тотальная аннигиляция. Но Zipex слишком жесткий в клатч-моментах. Какая классная попытка Твист. Насколько хорош был в этих больших песках. Как же хорошо. Аимил по своим соперникам. Ну, Zipex не преклонен в этой ситуации. Клатчер команды Астралис берет очень важный раунд-маппойнт. Я бы расплакался на месте Твиста в таких моментах. Как же хорошо он играет. Просто так жестко. Но не хватает. Но совсем-совсем немножечко буквально. Если бы хотя бы один игрок его поддержал. Но там и лишь был на самом-то деле. Он сделал важный минус. Но все-таки вместе сыграть не получилось в динамике. Двум игрокам команды Ликвид. Возможно, последний раунд карты Инферно смотрим. Дорогие друзья, Астралисы купились. Здесь 5 калашей. Но у Ликвид все печально в этом плане. UMP-шка от Виста. 3CZ и 5-7 от JDM. Попытка угадать на точке B. Там 3 игрока от лошадок. Ну что ж, возможно, получится здесь выжить в этом раунде. И мы увидим сегодня первые допы. Но Астралисы смотрятся очень вальяжно. То есть они выходят. Постоянно первые минусы залетают. Постоянно какие-то размены. В любом случае, атака сейчас диктует свои условия. И под них подстраивается команда из Америки. Да. Идет стрельба. Астралис в самом начале как-то проседали по этому поводу. Но мы видим то, что всего одна карта понадобилась. Даже одна половина понадобилась, чтобы вернуться полностью. И лишнее время вместе с нитро дают 2 хэдшота на B-плантес при помощи CZ. При этом всем Team Liquid перетянулись полностью в B-точку. На хелпу в виде твиста вместе с Танисулом. А тем временем вы видите загульный парень. Там Гюбри гуляет по планту. Дают информацию о том, что здесь никого нет вообще. Это Мглэйв. Интересно, что он вообще здесь делает. Он вернулся на самом деле посмотреть. Там был просвет. Не обернулась ли она? Нет. Там вот этот баг, что смок лежит и молотов перед ними. Можно даже увидеть соперника. Я надеюсь, что вскоре это будет пофикшена. И тут уже Дюпри замечает соперника выходящего через библиотеку. Есть смок. И можно даже выйти под эту флешку. Бомба уже перетянулась на ребра. Дюпри чекает большие пески. Сообщает о том, что в принципе, ребят, меня никто не прикрывает. Так что, опять же таки, нужна поддержка. Никто даже не выходит. С больших песков здесь будет действовать уже один игрок атаки. Скорее всего, бомба поставлена. Главчата это то, что уже мидл может быть перекрыт полностью. То есть на ребра ему не выйти. Поэтому он уходит на апартаменты. Очень грамотное у него решение в этом моменте. Team Liquid вчетвером. Есть две ЦЗшки, Калаша и УМП. Но бомба-то тикает, а диффуз китов нет и не было. И это может оказаться краеугольным камнем этого раунда. Астралис тем временем всего лишь в одном шаге от того, чтобы выиграть Дэйн Фернос. GPX приемка от него. Станисло вместе с Твистом отправляется прямиком на следующую карту. Team Liquid без шансов. Отлетает от Астралис последние раунды просто от начала до конца. Выверенные, очень классные. Да, Team Liquid сражались, но красные звездочки оказались намного сильнее. Хорошая карта, только что была на наших экранах. Однозначно постарались Liquid. И у нас первая половина была очень напряженная, но где-то не хватило все-таки американцев на защитных действиях, на баррикадах. И здесь остались просто ломали по всем фронтам.